В эфире программа «Область культуры». Здравствуйте! В студии Ростислав Азизов. Продолжаем подводить итоги творческого сезона. За 9 месяцев в эфир вышло 55 выпусков программы. Мы рассказывали о значимых проектах культурной жизни при Амуре, фестивалях, концертах, выставках и о мастер-классах. Говорили о национальном проекте, общались с известными артистами и амурскими деятелями искусства. Одной из частей программы стала рубрика «Проверено на себе». Я учился быть экскурсоводом, пытался играть на барабанах и даже на несколько минут стал цирковым артистом. Удалось ли мне это? Расскажу сегодня. В детстве, наверное, каждый ребенок мечтал научиться играть на каком-нибудь инструменте. Моя мечта – барабанная установка. Музыкантом я не стал, но исполнить, казалось бы, простую мелодию на ударных мне удалось. Помогла Анастасия Джуджишвили. Начнем мы с тобой с базы. Базы базовой, как держать палочки, как правильно держать палочки. То есть в этом тоже есть особенность? Абсолютно. То есть от твоей техники будет зависеть твой прогресс в игре. В барабанных прежде всего нужен счет. Раз и два и три и четыре и играешь от кисти. От кисти – это важно, да. То есть раз и нет. Раз и раз и нет. Стой, смотри, я буду играть вместе с тобой. Даю счет. Три и четыре и. Раз и два и три и четыре. Теперь наш ритм по хэту дополняем бас-бочкой. Бас-бочку мы будем играть на первую и на третью доли. Раз и два и три и четыре. Сейчас мы оставшуюся доли, то есть вторую и четвертую заполним рабочим барабаном. Малым барабаном. Верно. Левую руку ставь на малый барабан. Ладони вниз. На раз бочка, на два рабочие, на три бочка, на четыре рабочие. Но будем считать вместе с и. Чтобы ты сразу мог привыкнуть. Раз и два и три и четыре. Раз и два и три и четыре. Соберем волю в кулак. Давай. Продолжим. Раз и два. Внимательно, ростик. Я. Давай. Раз и два и три и четыре. Раз и. Еще разок. Это уже в конце была панкуха. Ну, в принципе, вот это, если не обращать внимания на хэ-хэ, то это легко. В принципе, все легко. Важно расслабиться. В барабанщике, наверное, самая важная психологическая черта – это его уверенность. Раз и два и три и четыре. Раз и два и три. Молодец. Ну, это было ритмично. Раз и два и три и четыре и бочка. Эх, вот это трудная задача. Я-то думал, на барабанах пришел. И все, и то не в попад. Четыре и. Раз и. А звивка-то получилась? Ну, тут, мне кажется, у всех получится. Раз и два и три. Раз и два и три и четыре. Раз и два и три и четыре и раз. Ночь в хор «Филармония» – абсолютно новый проект для Анна. Амурской столицы такого зрителей еще не видели. За три часа им в буквальном смысле слова предстоит окунуться в репетиционную жизнь Амурского камерного хора «Возрождение». Ну, как говорится, зрителям быть интересно, а побывать и посмотреть на все это изнутри еще лучше. Сразу после барабанов с фонариками в руках я отправился в путешествие по Амурской областной филармонии. Вместе со зрителями мы пели, танцевали и раскрывали секреты хорового искусства. С фонариками в руках по темным коридорам филармонии. Такой прогулки гости вечера уж точно не ожидали. Также зрители подумать не могли, что им придется вместе с солистами хора «Возрождение» в прямом смысле приступить к репетиции. Далее идем в хороводную, учимся танцевать и одновременно петь, закрепляем полученные навыки в комнате «Хан и Ко». Здесь посетители филармонии исполнили любимые песни вместе с мужским составом «Возрождение». Ах, эта девушка меня с ума свела! Такого зрителя не видели еще никогда. Об этом заявил каждый пришедший сегодня сюда, в ночную филармонию. Да, интересно, обычно в 22 часа она закрыта, но сегодня можно все. Конечно же, моя задача как экскурсовода, проще говоря, гида, направить зрителей в нужное место, рассказать, что же там будет и обязательно напомнить о том, что же им с собой нужно взять. Ну, и еще, конечно же, приходится отвечать на их вопросы, поэтому пришлось выучить немало информации о коллективе. Через месяц я вернулся в филармонию, но уже в качестве ведущего концерта ансамбля «Мы». Держаться на сцене уверенно меня учила режиссер Светлана Швамихина. Доброе утро! Очень рада видеть. Ростислав, ну давайте мы пройдем на сцену, потому что нужно начинать репетицию. Я думаю, что текст там все понятно, да? Да, я почитал еще сегодня накануне. Хорошо, давайте. Сырья на сцену? Да. Я думаю, что это будет сразу продуктивнее. Давай сначала по настроению, что я хочу. Все-таки в «Вечер памяти» придут знакомые, друзья и лишнего пафоса. Понятно, что в тексте это такая литература и много-много мыслей относительно этого человека. Хотелось бы, чтобы получился разговор. Разговор с ней, со зрителем, повествование. Чтобы это было от тебя, посыл шел от души, потому что иначе получится вранье. В этих нотках должно быть все на улыбке. Грусть, она должна быть такая светлая грусть. Давай пройдемся по задачам. То есть уже мизансценические, где ты выходишь, куда и когда. Значит, получается, что у нас первый пролог, помолимся за родителей, номер. И как только свечи, ребята со свечами ушли, дети со сцены, солистка делает поклон, то тебе нужно по заднему плану пройтись до последней кулисы, выйти на центр и встать в луч света. Вот это вот объединяющее. Получится у нас весь зал объединиться с теми, кто на сцене. Вот это очень важно. Прочувствовать этот текст, донести его до зрителя, чтобы это было по-настоящему. Сколько ярких огоньков зажглось для того, чтобы воскресить память. Давай поэкспериментируем. Самый легкий звук, который даже вот ребенок сможет воспроизвести из битбокса. Давай. То есть у меня получается. Давай теперь попробуем что-нибудь вместе. Что мне нужно делать, чтобы у нас с тобой получился такой дуэт? Тебе нужно просто соблюдать ритм. Делать темп, вернее. Ну давай, поехали. Давай. Давай. Весьма, кстати, даже делать на протяжении нескольких секунд сложно. Как вообще, сколько нужно брать дыхание, не знаю, себя вообще сложно ли это? Ну ты же дышишь во время этого. Вот мне было сложно делать. Потому что ты все делал на выдох. Вот допустим, когда ты играешь прям конкретную партию, прям у тебя очень насыщено, очень много звуков. Ты этот тс, например, если мы о нем говорим. Заменяешь на тс, там в себя вдыхаешь. Допустим, тс, тс. Я в себя вдохну. То есть в какой-то из моментов ты сейчас вдохнул. То есть в какой-то из моментов я чувствую, мне не хватает воздуха, я это компенсирую. В это погружаешься, это реально похоже на медитацию, перезагрузка. И я вам желаю прямо это испытать. Чтобы написать вот такую картину, не нужно учиться в художественной школе. Здесь даже кисти не пригодятся. Дело в том, что акрил – живой и непредсказуемый материал, рассказывает мастерица. Даже автор иногда не знает, что получится в итоге. Главное – правильно сочетать цвета. Мы будем слоями наливать краски. Они не должны успеть перемешаться в стакане у нас. В этом смысл весь краски. Здесь, в этой живописи, краска делает все за вас, всю работу. Битбокс и абстрактная живопись «Флюид Арт» оказались не самыми сложными. Особенно после прихода в цирк «Апп», где мне удалось на несколько минут стать артистом. Я пытался балансировать на катушках. Правильно прыгнуть через скакалку и даже покорить лестницу. Что самое сложное в катушках? Самое сложное – это заставить себя работать. Остальное уже будет просто. Если нравится жанр, то можно уже легко его отработать. Как ты думаешь, мы сможем заставить меня сегодня встать хотя бы на одну катушку? Я думаю, на земле хотя бы для начала. Ну, постараемся. С чего начнем? С одной катушки на полу. Ну, пойдем. Сначала нужно поставить по центру катушку, сверху на нее досточку. По центру. Потом поставить одну ногу. Так, легко говорить. Ага. И другой рукой надо балансировать, чтобы найти центр тяжести. Вот, да. Вот, сначала попробовать чуть-чуть. Значит, надо правой рукой чуть-чуть побольше. Да, давайте правой, да? А можно правой? Да, можно любой, какой удобнее. И поставить ногу левую. И подниматься вверх. Это весна. Непривычное ощущение, хочу признаться. Потому что дрот в ногах не дает покоя. Скажи, а можно ли вообще вот отпустить руки и попробовать свои силы? Вдруг получится. Ну, в принципе, можно, но только недалеко от этого. В любой момент можно упасть. Итак, смертельный номер. Ну, как бы получается, но страшно. Ну, хорошо. Кареночки повыше поднимаем. Но я думаю, для начала достаточно. Надо оставить силы на всю дальнейшую работу. Бедные дети. Переступаем через скакалочку. Для начала нужно будет сделать три прыжка. Всего лишь три прыжка. Прыжки выполняются следующим образом. Подается цирковая команда АП. Мы начинаем крутить скакалку. Внимательно смотрите, наблюдайте, как скакалочка подходит к вам. Вы делаете прыжочек. После этого пауза. Эта пауза нужна для того, чтобы скакалка успела сделать оборот. Приготовились. Все верно. Все верно. Мне кажется, разминка не просто так перед началом выполнения трюков. Потому что нужно, чтобы мышцы разогрелись. И была какая-то сила в ногах. Ну, а теперь от простого к сложному. 8, 9, 10. Ну, неплохо. Ну, я хочу сказать, когда ты сидишь в зрительном зале и смотришь на этот номер, кажется, как дети прыгают, какие они молодцы, как все легко им дается. Но на самом деле, я сейчас на своем опыте посмотрел, это далеко не легко. Как называется твой вид циркового искусства, жанр? Эквилибр на вольно стоящей лестнице. Что значит вольно стоящей лестнице? Ну, это, получается, работа идет переступание ножками лестницы. Она ничем не закреплена. И поэтому, чтобы на ней как-то вообще удержаться, надо переступать ступеньками, чтобы остаться на ней. То есть полностью своим телом. Сколько весит вот эта вот конструкция перед нами? 12 килограмм. Давай начнем с малого. Как вообще можно ли к ней подойти и познакомиться с лестницей? С чего нужно начинать? Сейчас немножко потанцуем с лестницей, чтобы вообще как-то понять, что это такое. Подходите, пробуйте. Это так забавно выглядит, если честно. Устали ноги? Вот тебе и танцы с лестницей. Далее нам нужно встать на первую ступеньку. И чтобы мы на нее встали, нам нужно подойти к стенке. Для того, чтобы если было падение, уперлись лестницей в стену. Могут быть падения? Совершенно верно. Потому что лестница ничем не закреплена. И первое сейчас, что мы будем делать, это будем ходить и учиться вперед. Вот вы представляете, сколько раз я уже лицом мог упасть на пол, да? Хорошо, что здесь есть стена. В общем говоря, танцы с лестницей у меня не удаются. Давай попробуешь, может быть, меня поддержать. Может быть, что-нибудь получится. Потому что цели я достигнуть не могу, а так хочется. Проходите. Вперед. С тобой это делать намного легче, конечно же. Ну, я практически ничего не делаю, могу отойти. Вся жизнь перед глазами пролетела. Ну, в общем говоря, я могу сказать одно. Знаете, были катушки, была скакалка, труднее всего лестница. Как оказалось, научиться можно всему. Главное – желание и упорство. Я обязательно вернусь в цирк и еще раз попробую покорить лестницу. Буду учиться петь, танцевать и не только. Но все это в новом сезоне программы «Область культуры». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова